Великая Отечественная война видала много трагедий и разрушенных человеческих судеб. Среди тех, кому удалось выжить и вернуться домой, Манайдар Буранбаев. К 18 годам за его плечами уже были сражения в Белоруссии, Украине, Германии и Польше. Сегодня ветерану 92. С героем победы встретилась Сабина Сексимбаева. Великую победу ветеран Манайдар Буранбаев встретил в Ростове. После войны он еще пять лет служил в вооруженных силах. На родину вернулся только в 1950 году. Несмотря на то, что с тех пор прошло уже много времени, в памяти фронтовика до сих пор эхом отдается гул боевых пушек. На моей малой родине было три села, которые находились рядом. Аман-Харагай, Аман-Гильдэ и Тургай. Оттуда на войну призвали 500 молодых ребят. Все мы были в одном полку. Из 500 солдат 28 не вернулись домой. Погибли. Когда Манайдару Буранбаеву исполнилось 18 лет, он начал служить связистом. Молодого солдата приметили сразу. Позже за проявленное мужество ему присвоили награду. У меня был друг Сейдалим. Помню момент, когда прибежал другой. Мой товарищ и сказал, что Сейдалим погиб от выстрела снайпера. Я сам похоронил друга. Это была очень большая трагедия для меня. Такие аксакалы, как Манайдар Буранбаев, принимали участие в освобождении половины Европы. Долгожданное сообщение о том, что война закончилась, фронтовик услышал в морском порту Ростова. И по сей день это остается его самым ярким воспоминанием. После возвращения на родину Манайдар Буранбаев много лет проработал в родном Аркалыке. Вместе с женой Алмой вырастил семерых детей. Сейчас у них 16 внуков и 8 правнуков. Главное, о чем сегодня мечтает ветеран, сохранение мира и спокойствия в стране. Сабина Сиксимбаев, Василий Тумашко, Зайерлан Наурезбаев, Хабар 24.